Перед началом просмотра ролика вы можете подписаться на нашу группу ВКонтакте. Мемы, информационные посты, а также мы регулярно делимся аналитикой предстоящих матчей и их результатами. Подписывайся на нашу группу аналитика ошибок и будь в курсе самых интересных матчей по Доте. Ссылочка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня на нашем выпуске Рамзес. Играть он будет на медовом рике. Приятного вам просмотра. У Рамзес сейчас топ-2 и его попытки вновь вернуться на топ-1. Давайте будем соблюдать традиции. Можете стукнуть по клавиатуре и оставить комментарий абсолютно рандомно. Любой какой получится у вас. Неплохая фишка у канала образовалась. Главное, культуру не сломайте. Тут можно забрать шейкера. Не хватит. У него ботинок. Увы. Я заметил, что многие игроки на медовом рике, они просто не блочат крипов со старта. Они просто выходят на руну и надеются на какой-то ферстблат, на лишние баунси руны для команды. Ну и Рамзик на рике, мне кажется, это не случайно. Совсем скоро стартует интернешнл и, возможно, это какая-то заготовочка. Все может быть. А ведь рике на самом-то деле не так плохо. Он очень хорошо стоит в мид. Если грамотно на нем играть. Мы записывали много раз Артизи Бастарда, игроку, у которого 1000 матчей на медовом рике. 25-й тир. Но это все равно немножко не то. Когда профессиональный игрок играет на рике, это уже контент. Ну и против Эмбер Спирита. По игре вообще рике топовый герой. Против Эмбера ты просто никак не можешь уйти на Эмбере. Что ты можешь сделать? Под тебя кидается Сайленс. Единственное, что это БТБ. Может, упороться какой-то форс себе купить. Но форс на Эмбер Спирита это прям такой себе айтем. Да, он сейчас убьет. Что с УП? Нормальный, дружочек? Ты че? Немножко ошибся сейчас Эмбер Спирит. Ведь крипы были под вышкой. Соответственно, рике быстрее левел получал. И ошибается. Но опять же, вот у Артизи Бастард. Ведь до него никто не ходил в мид на рике. Ведь это тогда от него вот эта тема пошла. И у парня рейтинг высокий. То есть все проигроки видели этого мидового рике. Он часто с ними попадался. И действительно после него стали это делать. Потому что герой сильный. Откровенно, он сильный. Раньше я очень не любил рике в своей команде. Я считал, что это абсолютно юзлос кусок. Он ничего не делает по карте. Но он ничего не делает по карте до определенного момента. Если это и четверка. Оффлейнер как-то раньше было. Каста. Байзит на куру или что? Надеялся на дурочка, что Эмбер подойдет. Но мид стоит на самом деле в герое очень хорошо. Особенно против милишного. Эмбер Спирита. Недавно видел лайнап у рике против Манки Кинга. И казалось бы, Манки Кинга должен уничтожать. Но у рике настолько много армора, что Эмбер его просто не пробивает. Ну, ты не можешь просто пробить этого героя. Нет такой опции. 8 плюс 3 под вышкой. Купил себе в рейсбенд. Купил совершенную на второй в рейсбенд. И теперь у него 7-2 у нас руки. Плюс топорик 20-ка. Это уже 90 получается. И плюс пассива работает. Которая действует на дынае. И он практически пол хп рейндж крипа сбивает. Будет 3 в рейсбенда. Он будет рейндж крипа дынаить на пол хп. Эмбер Спирита тут сайт будет вообще невозможно. Он будет просто на экспе. Это он на экспе дынает. Проигрывал уруну. Рамзес оставил ее для эмбера. Что ПМС? Ну, ПМС у рамзика чуть поменьше на рике. Ну и плюс. Эмбро подфартило. Что на руну? По игре рике очень хорош против фурсы. Ты очень круто его кайтишь. Урса сейчас покупает бкбшку, но поздновато. У реки как момент уже есть диффуз. Ты вернешь его ману, во-первых. Во-вторых, у тебя постоянные миссы, замедления. Очень неприятных обилок. Кайти шел со своим блинком плюс ультимейтом. Эмбер сейчас опять не ошибается, по-моему. Получил много плюх от Тавара и таверночку. У там не прям, чтобы много плюх от Тавара, там много плюх от Трикки. Там очень болезненных плюх. Их не и типа поехали. Плюс 150 к кампиндосу. Вроде как минус морали, вроде как плюс поинты. Но Эмбр не сдается. Эмбр снова топается в центр. Пацан на пол хп просто. Рейнджа. Посмотри на эти куски на что это вообще. А я не знаю, типа не ошибка ли против фрики качать фисты. А что качать? Фисты на Эмбре. Ну, а ты не можешь на Эмбре больше никак играть. Ну, слушай, что-то очень дает. Сейчас давай посмотрим на отражение. Отражение. Флазками обменялись. Неужели выживет инвиз? Хорошо, а Сантрей нет, лол. На самых грабалях. Там еще шейкер пошел фистыру нажимать. Эрике просто делал и тапаут. Так идеально получилось, что у него сейчас есть деньги на ботинок. И очень быстро добежит до центра. За ботинком. Я просто к чему, типа, первый спал уже, он уже много дамажит у Эмбра. И в сочетании с его шаром, он бы мог просто спамить первым и третьим. По-своему, в Верике. Там самым, выбивать хил, держать его на лоу-хп, и реки бы уже не мог так агрессировать сильно. Ну, первый спал стоит свои седьманы, прям спамить, ты бы, наверное, не смог. Ну, Эмбер же покупает банку себе в мид. Любом облоге дэмэджа. Суммарный урон на первом левеле у чинов 75, на втором 150. То есть, не такая уж прямо дамажащая белка. Не знаю, ну, просто... Ну, а фисты ему чем помогают? Поставим проще камбэкнуть. Ты... Потом можешь пойти с кем-то, подраться с этими фистами, который кулдаунится 6 секунд. И леса очень просто фармить. То есть, ты подстакал 2-3 сплота, нажимаешь пленбард, нажимаешь фисты. Полезным грибом. Такой, например, он может камбэкать. Но это, знаешь, это дело, на самом деле, не в раскачке. А там спит его. О том, что он просто плохо поставил мид. Но это он, что против него. Эмба, которая не кондрится. Рики с ником жрана. Себя. С интриглога сделала, что можно это я поставил. Ну, может быть, Яна. Может быть, Ижанна, кто знает. Мало того, что Сантрюс съел, так он еще и опс нашел. Хорош. Ну, на респект саппортам, которые купили Сантрю. Это был Шаду Демон. Бил Сантрюка купил. Отправил в мид. Это очень приятно, когда саппорта стараются. Ну, было бы странно, если Шаду Демон 2000-го ранга не играл бы на Рамзес. Будучи пятеркой. Че себе, он прям поддавить решил. Ну, есть еще ультимейт. Он хочет, ну, дурака, его подразбить немножко, потом ультану тебя и убить. Просто когда эмброспирит получишь 6-й левел, ты его уже не убиваешь на Рики. Даже у меня смокскрин, мне кажется, тебе просто не хватит. Ну да. И, наверное, нужно ждать диффузов в таком случае. Под диффуз, смокскрин. Ну, у Рикиш очень крутой талант есть на перезарядку этого самого Сайланса. Делать длительность 6 и перезарядка будет 7 секунд. То есть там, по сути, без Кулдауна. Вот, и постоянно Сайланс против Шейкера, Бутрайдера, избиватель Тубэйну. Какой-то тюрсу. Очень приятно. Сложенный фрейм перетягивает сейчас с центра. Возможно, будут убивать. Рамзик. Войфис Бутрайдера есть. Стащная. Может, отпрыгнуть. Бутрайдер все равно. Догоняет. Да, очень. А у них нет, да так же. Ни больше нет, да так же. Господа, достойки все. Вот тебе Рики. Сейчас времени просто ошибся немножко. А он же попал в изгоня. Но Рики развался с другой стороны. Соответственно, лишние шаги пришлось сделать. Бутрайдеру. А так он же и на Файрфлай летел. И мы тебе плевать, стоит физура или не стоит. Нет, там его никак не убили бы. Если бы он ошибся на Рики, не нажал бы Блинк. То есть, во время действия ростов, если бы его зацепили бы в лассо. Там просто же, когда даешь фиссуру. Ну, то есть, Рики был бы поближе на пару шагов. То есть, возможно, бы. А, ну, я понял о чем. Подтолкнул бы его. Да, 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 возможно, захватило. Тогда, тогда да. Если физура оказалась бы справа, Рики слева, то он бы чуть-чуть подвинулся. Но это правда. Возможно, он бы кликнул Болассо. Рики бы не ультанул и как-нибудь забирался, либо через Эмбер. Такое, в принципе, реально. Мидо сфигбай у Рики. Я давно говорил, что на Рики, особенно на Керри Рики, это очень хороша айтем. Не знаю, будет ли он собирать на Рамзайсе. На мидере все-таки немножко не то. Ты хочешь купить себе фастовый диффуза в фейзе ПТ-шку. По желанию. Вот, и идти драться. А вот на Керри Рики Мару, который имеет мало экспириенса, ты берешь себе айтем за 2000, который дает тебе экспу, золото, пассивный, постоянный фарм и очень много атак спида. Ракет целый. Но он все-таки решил купить Мидос. Ну, у него все слишком хорошо. Если ты покупаешь такой ранний Миндасик, и у тебя все хорошо, то... Вдвоене лучше. А почему бы и нет? Он будет бить очень быстро. И сейчас у героя 180, так спида, то потом с вами уже 220. Но в таком билде, я думаю, что фейзер более оптимальный вариант. Ты, во-первых, можешь убегать от бэтрайдера. Можешь как-то мансить от Андерспирита, от Урсы. С фазики, с армором. Крайне хороший айтем. Ну и компенсация в виде атак спида есть у Мидоса. У него нет фейзов. Вот раньше на Рики играли все время. Мом, Яша и все. Этого было достаточно, чтобы Рики начинала убивать. Я не помню, на самом деле, такого. Были такие времена. Звучит сейчас, по крайней мере, странно. Мом, Яша. У него было как-то... Я даже не помню, что с ним было раньше не так. Пусто там и так далее. Но этого хватало, чтобы Рики просто начинал садить карту. Два дешевых артефакта, по сути. И он начинал убивать, бегать. Блингстрайк уже в этого Рики в 4 вкачан. И кулдауна эта способность тоже 4 секунды. Просто каждые 4 секунды ты носишь герой под 300 дэмэджер. По герою без армора. А, так я вспомнил. Кажется, все было просто. Тогда же ведьмом не давал сайланс на способности. Он просто минус арморил. Это еще те времена, когда насладка собирали. Да, да. И он просто бежал, прыгал, как угорелый постоянно. Бил больно быстро. Сейчас здесь начинает фокусить. Ты нажимаешь. А, ну это тот Рики еще с ультой? Нынешней ультой? У того Рики ульта была еще другая. То есть та ульта, по-моему, давала еще блинки. То есть несколько зарядов на блинках было. По-моему, было так. Интересно, он сейчас мог попробовать ультануться и, может быть, убил бы Эмбра Спирита. Была бы тачка со спины. Но не стал рисковать. Видимо, просчитал свой дэмэдж. Не хотел тратить просто культом. По поводу Момо артефакт, на самом деле, очень забытый. Вот на ком сейчас можно собрать этот вайд? У тебя есть мысли? У меня в голову идет два героя. Это Снайпер и Войт. Но и то на Войте ты нажмешь Момо один раз, ну, типа, можешь обосраться. Да, против большинства пиков как раз Момо особо не заходят на Войде. А вообще так сложно сразу сказать. А на ком Момо действительно собирается сейчас? Вот, два героя, по-моему. По-моему, артефакт нужно как-то подапнуть. Может, уже он давно не появлялся. Не знаю, на тролли не собирает Момо? Нет, нет, нет. Только до прожимает ультимейт, он после этого может Момо кликнуть? Нет, на этом вообще не может кликать. Понятно. Ну да, тогда смысла нет. Раньше собирали Момо на тролле, но и то, многие игроки считали, что это очень плохо. Ну и все-таки Фейза покупает себя. Пайт закончится. Вернемся к утверждению артефактов. Можно еще подругу забрать. Он сейчас 4-й через хп просто с блинка сбил. Ну, Батрайдер не имеет большого колеса армора и хорош. Слушай, а у Рамзеса несколько снов. Есть такое впечатление, что он далеко не первую игру на Рике играет. По дота плюсу у него первый левел Регимаро. Но я сомневаюсь, что это первая игра за Рике у него на недовом Рике. Он пока что очень хорошо делает. Чувствует героя, почему-то неплохо. У них столько этих аккаунтов. Кто знает, чем они там занимаются, пока никто не видит. А ведь Рамзеса тут игрок, у которого, по-моему, больше всего смурфов. Официально зарегистрированных и всем известных. В общем, 4 у него есть. 4 или 5. А, нет, ну и есть тот самый дебил, в котором мы даже записывали на аналитике. Дебил-то никнейм. Ни в коем случае не оскорбление. Это ниша из команды Team Secret. У него тоже около 4-5 аккаунтах в топ-100. Очень плотный игрок. Которого, кстати, нужно записать. Поставьте плюс в комменты, если вдруг... Кстати, да, я не знаю, что-то забыли про него. Ну, новые игроки появляются, новые личности. Что-то интересное. Ой, ну, он явно играет, не первый игрок на реке. Он ловит на анимации Бэйна, который хочет нажать брейнсап, чтобы отхилиться. И дает выражать секунду с Алиенс. Все очень четенько. Подаркейнам у реки кулдаун 2,8 на Blink Strike. Хорошо реализовывает. Ну, вот уже и 1400 почти на руках. Вроде Медасик недавно купила уже. Деньги есть. Бей диффуза скоро появится. Ну, надфорс, конечно, очень большой. 6 фрагов успел он стрелять, при этом еще ни разу не умер. 7000 у него. Это очень много для этого героя. Ну, и для этой минуты. Я бы, конечно, предложил Бэтрайдеру развернуться лицом к реке, но там бессмысленно. Ой, слушай, ну почти на хайлайте. Почти и снова анимацию брейнсапа задержал. Ультай. Так, Медасик. Не-не-не, он хочет экспу себя. Он уже заюзал. Будет большого есть. Угу. Кто дает побольше? Он хочет больше опыта кушать. Ну, у Рики, естественно, одни из самых сильных талантов в доте. На уровне с пуджом. Нынешним тингером. Сильные герои. Клодемонов позиции, слушай, а под два замедления могут попробовать, но нет. Не могут попробовать. Потому что забавно, Рики не показался на центре, Эмбер просто добил крипов и ушел от греха подальше. Просто не успели. Чуть-чуть. Все, пошел Тильд от Бэйна. Эмбер спирит, кстати, в инвизи был, но он ушел. Ушел вверх. Опа, сейчас на центре покажется. Не показался. Он просто по краю центре бегал. Это было сильно. Здравствуйте. Тот самый Бэйн. Он же опс на Рики поставил. Вот и я. Бэйн пошел с Андрю ставить, Рики его в это время убил. Ну не знаю, стоило ли это опса? 200 голды. Плюс опы для Рики. О, с басом же наставил, а ты все-таки пятерка, ты снял вард. Пропалил то, что тут в ринге. Урса за барабанами будет, кстати, ему покупать башер. И вот такого урса пока что нет перспектив, как-то противостоит Рики. Разве что держать Рики в контроле, он словом. Ну, Рамзи сейчас у тиммейта нет. Но его это не останавливает. Кстати, шаду Димон же тоже против курса. Достаточно неплох. Ты же кайтит его постоянно. Что стоит? Шаду Димон тоже неплох против курса. Да, это такой герой. Курс нажимает дуль, постоянно хочет кого-то бить. Или нажимает БКП. БАПа иногда БКП плюс ульт. Чтобы надо мажить кому-то быстро под БКПшкой. Опа. Не успел Сентрюс есть. Тут Бангольер пришел на помощь. Да, мне кажется, ему на рамзике нужно драться. Да, молодец. Ну, он себя видит, он осознает. Супер четко делает. Так они его тоже заберут. Есть ли Мангут какой-нибудь? Дайте кларетку. Кларетку дай. Аман и нету. Он просто решил идти. Ну и правильно. Ну я решил остаться подраться. В итоге, наверное. У Эмбриспирита, кстати, ты, наверное, не смотрел его ранг, давай, тебе вопрос, такой знам. Как думаешь, сколько у него? Я осмотрел, у него 290. Ладно. А могли поиграть в мини-викторину. А догадай ранг Эмбриспирита. И поймай, что у этого игрока около 7700, 7200. 7200 ПТСов. И ведь это очень много. И этот игрок должен быть очень сильно. Ну вот против Рамзика. Насколько он слабо смотрится у этого героя Рики. Пока что Рики Солид. Диффуза своей показал, правда, он сейчас у врага. Да ладно. Рано или поздно пришлось бы показать. Да, но это могло быть килл. А он пойдет да убьет. Ну вообще, да, иногда очень приятно какой-нибудь Эмбриспирита убивать. Крыса. Делать фраг. Информация об артефакте нет, то есть у тебя есть возможность фраг сделать. И он думает, что я даже выйду на спокойную на герса с мокскрина, а тут тебя еще и замедление будет одев кузов, поэтому ты дружище не выйдешь. Ну да. Скринно. Вот после фрага уже как бы все великое ребята, там диффуз. А так просто вышел на линию крипов, побил и им бесплатно отдал информацию. А в сервер стоит есть vision. Там нагрессивно очень прыгнул, но волосу была потрачена. В итоге для реки складывается все очень хорошо. Или нет? Ой, там баш. Да, там баши. Второй майт вам. Нужно просто отойти. Хорош, этот демон подконтролил у шейкера. Прям в тот момент, когда он собирался законтролить реки. Ага. А у реки минус 8 секунд, а не минус 6 секунд для зарядки смокскрина. А, этот спелл кулдаунится 3 секунды. Что? Прошу прощения, но... но он же получается типа там можно вообще если он не выпускать. Ты можешь не выпускать остальность у двух героев. Причем, которые стоят даже не близко друг с другом. Друг с другом. А Рамзик просто поубивал их. Тиммейты помогли. Три секунды кулдауна длительность 6. Ну что это? Не перестану наблюдаться этому таланту. Эх. Но талант действительно осилен. Я думаю, что на этом анти-рике мы вполне возможно увидим. Так, я уже чекаю шмотки на реки, какие имеются, чтобы купить и next запускать на Солл Ранкет на реки. Мне вот очень и очень интересно по поводу next item он все-таки купил себе Яшу. Не стал покупать себе гоним на реки. Ну ладно. Яша всегда хорошо. манта стоял возможность сделает. Так, и поэтому конечно. Ты можешь манту нажимать допустим в щенах мбр спирита уходить замедление себе скидывать в идеале дожить еще кнопки шейкера и сбрасывать до хорошего для этого героя. Как же он просто щелтает их. В Риге сейчас 150 уронов с руки плюс пассивы работает. Пассивы дает одну единицу урона за единицу ловкости. Сейчас 136 26 извините ловкости 126 демеджа от пассива идет если ты бьешь сзади и плюс 120 демеджа от того что ты на блинке прыгаешь героя. Урон у персонажа колоссальный. Ладно и улетел. Хотя возможно он просто полетел на пайп. Ну он ты паузу в кустах поэтому я думаю что было сломать шейкера но без демеджа не хватает никто больше не бил а че он утим это отменил да вроде два героя в центре стояли демеджа просто от блинг страйка больше по 20 еще дается буду в куске отрывая двое эндер спирета спиной к этому герою точно нельзя поворачиваться да уж хорошим попытка батрайдера в скобочках нет думает что они уже лызнули под закончится есть еще одна мысль которая нужна зрителя донести сдохнет в этот раз удачная флюзура была полторака текер толстовермы на руках было 0 пришел файд армут 3000 нормально нормально шекер с первым этом все купил форстаф чтобы как-то сейвить отрики себя своих семейтов оба трайдер купил отц 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 зачем зачем атос против кого тут атос не знаю мне кажется форси какой-то был бы гораздо приятнее команда форс форс по поводу рикки мыслишка было против сларка насколько хороший герой против сларка против джаггернаута сейчас же мета этих эмброспиритов сларков вот и как вы их контрите вы просто по сларку кидаете сайлент нажимаете рифуз и просто бьете его а что он может сделать он бить вас не может упрыгнуть он от вас не может уложить не может его нужно будет тратить просто бкб если она у него есть а если нет он умрет потому что вы при этом еще верните его мана парк прям очень страдает от реки как и джаггернаут который не может нажать крутилку и не может нажать манта ну манта даже если нажмет то он будет все равно в саленсе то есть как появляется ути мэйджи по-моему настоящего бьет так что мант особой не спасает да тут много опций такого реки жгернаут стоял купил кстати неудачная тп здесь оказалось три героя джаггернаут очень быстро через бейна рамзик заходил что уже не должно быть потому что тренд охлой джаггернаут только что убили через фингри он манту дофармят и они пойдут подираться плюс совсем скоро будет 20 левел когда он может выбирать любой таргет файти и прыгать просто через полкарты 900 рейнджи на блинке сейчас последнем патче плюс 700 имеется от таланта то есть 1600 рейнджа это это примерно как пуш с линзой на такой же рейнджа вы прыгаете таргет на мотосел появился мэмбрис мэмбрис рейнджа кстати есть трат ралли он как-то очень хорошо камбэк 200 крипов этого мбра просто пошел леса побил старался наиграть в той части карты где нет реки мару он слеп хорошо воу форс мусор бэйн в итоге выжил вот оно применение атоса ты спрашивал зачем он выкупил вот данного кинул я даже не смотрел 2 в реке кинул просто и все и стопудов атос не залетел реке или залетел я просмотрел набор залетел вроде непонятно все равно зачем он его купил опять же манты еще уже есть в реке может под доджи дата суп прыгнуть в эту сторону умножаясь артефакт не такой очень плохой как может показаться не в этой игре неплохо так порошан убьет обер скал поселение джиган нажимать софт протектор постараться забер сетей трэнта забираю очень хорошая фиссура и брош битая пронзи стыки успел брошана и забрала есть не успел кликнуть в итоге получает контроль от шейкера а что с хп а там джаггернаут еще ультанул я что-то аж офигел от этого урона рики джаггернаут ультанули вместе и показалось что это урон от рики только проходит гему бодрухи было бы плохо его вывезти свитвал пожал очень агрессивно то покупать следующим слотом на реке мару как правило лучшим этому либо башеру выходит либо нулифер нулифер дорогой вот но против бкб вообще то бывает просто ничего не нажимаешь будучи даже тем же эмбар спиритом я кинул реки диффуз плюс сальмс и ты хочешь знать бкб просто уйти но нет на тебя еще и налифера висит смотрим на кусочек которые отлетают урса вот тут слишком мало героев оказалось это будет минус аегис слушая это возможно еще раз убьют реки после аегиса потому что он успеет на шейке резаками очень много такого чуть-чуть не хватило чуть-чуть буквально не хватило он будет умножить там блин кому-то из тиммейтов если бы наути не было бы анимации кастер он же делает полусальто на реке если бы не было это самой анимации он бы наверно успел нажать льту шокер нас по его застанет драку очень сильно проиграли я не понял почему пангольер там оставался и почему батрайдер тп пытался сделать потому что вся команда была его рядом не это замерзал подруг странный момент был он без мана был думал что наверно тапнуть на обычном телепорте на телеволаг вернусь но рамзик тут подруинил честно говоря подруинил камбэкнул очень много золота для врагов эмбер спирит уже будет выходить сейчас в пиво урса неплохо получился этого файта а фраг достался да как раз таки урсе 400 голды урса блин башер барабаны и дабы ковешки остается 1000 голды все-таки хочет купить себе аганим фарамзес но честно говоря ну по-моему здесь не особо ты нужен этот аганим что он с ним будет делать но прыгать не знаю в пангольера да да комбинировать с пангольером а почему бы нет комбинировать с жиггернаутом который нажимает крутилку не знаю там же дополнительная длительность скиптером идет возможно это сайтом хорош на ту сценарию когда врагов появляются куча агемов и тебя зафокусить очень легко а длительность скиптером на 4 секунды больше ты просто 9 секунд в ком-то сидишь в том же пангольере в уместенности колоссальное количество дамеджа это статы немножко ловкости но нулик нулик как-то получше смотрится могу конечно ошибаться просто нулик это опять же еще и замедление и еще куча дамеджа смотрите бастер тоже покупают и аганим и нулифер и иногда башер появляется все зависит от игровой ситуации хотя уже гернауту наверное хочется покупать именно башерок в играх где тебя могут заберстать так аганим чтобы как-то на дистанции работать ну когда ты вальяжно себя чувствуешь можешь купить себе нулифер бедрайдера чуть-чуть не зацепили бедрайдер с геомом в итоге уходит или нет не уходит он развернулся ты что он не видел никого не видел к себе у меня был вардов только варды дайр стоят как тебе вообще этот патч мне я вот только сегодня не поверишь на задумывался что насколько интересный патч то что нет мало игр в одну калитку много игр в ровных мне вот тоже кажется что это наверное один из самых балансных патчей который вообще когда-либо выходил в доте баланс реально присутствует то есть даже если враги пушат в пятером супер рано все равно можете как-то камбэк собирать бонтосы у ваших вышек много армора этот глиф новый который подрубается сумонов быстро убивает в общем-то вот эта совокупность всех факторов она привела к тому что игру можно затягивать игру можно камбэкать спокойно поэтому это действительно очень-очень круто это видно даже по надворцам ну вот сколько раньше каменителя матчей вот таких картин как в этом патче вот то что там по 4 по 5 по 6 героев с одинаковым надворцем такого никогда не было и тут действительно все очень ровно смотрится такие патчи сложно делать это нужно три раза ошибиться три раза сделать что-то имбалансное а потом стабилизировать но это идеально потому что это по интернешнл да интернешнл будет очень крутой я думаю напишите кстати в комментариях ребят за кого вы болеете на грядущем интернешнл серёг твоя команда предполагаю секрет почему ты же говорил секрет вообще да я хотел бы чтобы купей выиграл это же вичи гейминг сори вичи гейминг тоже тоже тяжело выделить именно просто одну команду мне нравится виртуз про мне нравится вичи гейминг мне нравится с тем секрет нави а давай скажи что нет нави говорить я не буду нет состав не очень нравится но в целом команд много ну три вот три четыре точно у меня вот есть вот которые у меня прям примерно одинаково импонирует лично твои фавориты но мы будем ребят комментировать интернешнл поэтому с 15 числа с 15 августа обязательно следите за каналом мы будем сутками на пролет интернешнл сделаем безумные ночи впереди больше доделан боженька можете перелетонуть просто ну и присутим это то что может просто вот именно что идти вместе с героем лагает все когда он так делает сгорает ждала фризить начинает ну что следующим артефактам как ты думаешь что появится будет ли это башер али все-таки нулик там башер неплох кто-то тот артефакт нулик закинул в артефакт можно собирать ну и до 25 совсем немного вот сколько мы смотрели за реки как правило берут 300 градусов от рикс то есть ульта становится очень большая тем более если играешь через огонь а кстати вот я сейчас посмотрел на диффуза и вспомнил еще одну причину почему мон покупали с яшей ведь диффуза то были с зарядами и ты мог вообще не выпускать то есть из тучки героя сейчас то действие диффузов закончилось и он как бы выбежал а тогда нет такого не было тогда он просто не мог выйти из шашки и вот на самом деле реки сильно изменили очень сильно блин я помню эти диффуза можно было грейдить ты грейдишь они бернет больше мана ловкости больше давалось за рецепт за что рецепт покупаешь давалось на 10 по-моему больше ловкости и чуть-чуть на 5 больше интеллекта и новые заряды было время это же урона не так уж на говорите уже переживая даже саппорт несколько тысяч но не уже заходят два героя в таверне у них бэйбэков нету дефать пока что не могут в эту сторону слушай так они могут и на вторую пойти а там т2 скрип можно вверх было сместиться убивает еще одного героя по-моему рамзи хочет продолжать нам захочет крови идите дальше парня верхнюю вышку тоже можно забрать если реки еще он вейн решил в бак саппад эмбера эмбер уже ясица подождать ранее блинка он не сможет зачать сейчас бы кого-то поймать на отходе затем ваша просто подмоги ему он будет цеплять в итоге решил пробовать забрать бедрайдером не получилось пультует просто же гернаута забавно вот в этом конечно и плюс и он до сих пор был там до сих пор был ультимейте идеально стал заниматься дальше что улица с блинком башером ну ну что сдох или нет форс отлично шокер молодец шокер очень хорошо играет в эту игру у шокера 1700 ранг но он играет прям очень круто максимально здорово делал разыгрался о радио сутим радио сутим это было балансно когда прибил несколько таргетов бульти когда-то все обил вот это были вообще золотые времена а только хайлайтов с магнусом это было круто круга столько билдов через молнии battlefire сколько билдов с шестью молниями которые когда они еще работали да мне дашь сейчас нажмет продаст его копит себе ну литер денег ему хватит на этом но интересно рикки получился интересный я думал что будет похуже я думал что будет вот если вы мне сказали что угадай артизи бастард это или нет я бы не угадал бы он играет хорошо он играет примерно так что полноча проиграла и у него с макра все получше 18 220 серьезный счет ну судя по всему уже все финальная драка играет нехорошо играет и убивает подлюка курса убить без бэбэка было бы хорошо нет игра все-таки продолжается сейчас будут камбэкать может быть слэма нет без слэма сложно драться а в этом рожане уже есть сыр второй рожек а чё жагер побоялся два героя мертвые они все живые враги все живые он не может просто быть рожь тут подерутся враги возможно же выиграют драку все они прогнали судя по всему опять было не знаю рискованно если бы драйда сейчас на боте покажется и но пангольер же там всех раскидает о том рожь питье даже если на них нападут может быть но там нет слома это единственное что можно вода почему он переагревается на решение надо нажать речи ближе подойти грызгал дали сыр жестко аэрошпит это мышеловка давайте парни собираетесь пятером джагернал уже запакованный можно найти драться где сервис приобрел у них кстати на команду 2 башера 1 на литер что демон то есть тут героем звука дашками очень сложно играть у ее и что за рейнджа больше сильный талант чем побоялся ультануть мне кажется с ультимейтом он бы забрал его там раньше очень большие возможно поделился бы уран между бтрайдером там же вроде как случайно ультимейт работает выбирает таргет не знаю подразмял там кстати у бтрайдера появился гост был форс но какой в этом толк если нулифер есть силы тьмы укрепили свои сооружения если я не ошибаюсь ультимейтер дает приоритет у героям которых меньше хп нижнюю башню силы мы посмотрим описание может быть это написано не знаю может быть ну чё-то в памяти такое за случайного героя в области действия написано в описании по по ощущениям он давно как начинает фокусить может какой-то приоритет есть много раз замечали что некоторые фишечки долго нам не пишут блин привет пангольера оказалось достаточно весело на занятия вот он и ультимейт от shadow демона потрачен в урсы в урса и в итоге не может дойти до героев да на танцы нажал но он подумал что шейкер выходят из тучки и сейчас застанет это станем батареи губы ну и все нужно заканчивать эту игру классная катка от рамзика он всегда покажу показывает хорошую стабильную игру прошлый ролик на джеки наута посмотрите обязательно кто не тут не смотрел подчини по смел нерам катал но судя по просмотрам посмотрели почти все узнаем и просто ультимейт классным посмотри бы на хирудаешь после игры статистику откроем и глянем учетом бромзика по дэмиджу последнего героя добивают снял гост били батрайдера но и то он падает сейчас посмотрим 1040 наговырял или нет все то да ну а неплохо больше чем у всех больше чем мембран который кого вас вы должен дамажить всем а всем спасибо за просмотр пишите комментарии обязательно по клаве вы все помните всем пока